Привет, слава Украине. Начинаем наш традиционный стрим по понедельникам с Андреем Андреевичем Пентковским. Андрей Андреевич, здравствуйте. Добрый день, добрый день, Роман, добрый день, Володя, героям слава. Андрей Андреевич, ну вот мы перед началом, когда с вами, так сказать, порядок дня наш выставляли, вы сказали, что есть хорошие новости из США, а я вот хочу вас и про новости хорошие спросить из США. Однако, ну, как бы сложно говорить о хороших новостях, когда сегодня российские подонки, а если сказать прямо российские нацисты, они сегодня установили свой собственный рекорд по ударам по Украине. Тут больше ста дронов, больше ста ракет, ну, много сбили, то есть если там в процентах, то я думаю, это прекрасный показатель, но тем не менее многое прилетело. Там есть и погибшие, и по инфраструктуре они лупят, и говорят, зима близко. Так вопрос тогда, а где же тогда тут в этой истории хорошие новости? Ну, хорошие новости, они начались с пурской операции, украинской армии. Она имеет, конечно, большое свое чисто военное значение, но громадное совершенно политическое, психологическое. Это я слежу, ну, я как бы смотрящий одновременно за двумя державами, Соединенными Штатами и Российской Федерации. Вот я вижу, какое большое влияние она оказала на общественное мнение и в Соединенных Штатах, и в России. Давайте начнем с Соединенных Штатов. Давайте начнем, так сказать, с худшей реакции. Вот я ее ждал с самого начала, ну, в общем, у путинской агентуры в американском политике, у них потребовалось три недели, чтобы, наконец, организовать статью в Financial Times. Человек была статья в Financial Times, такая подлинная. Ну, как всегда, у них какие-то неназванные источники, что Белый Дом очень-очень недоволен был курской операцией. И вообще, цели Украины и Соединенных Штатов совершенно противоположны. Да, пишет автор Украины, мы понимаем Украину, она борется за существование. Но у Соединенных Штатов все равно другие приоритеты. Соединенные Штаты хотят избежать ядерной войны с Россией. И вот поэтому они даже готовы будут, если такое самоправство будет продолжаться, готовы будут и ограничить помощь. Ну, вот такая статья, она совершенно противоречит общему настроению американскими политиками. Но я повторюсь, это была очень важная встреча, поездка американских сенаторов 12 августа в Киев. Это же были не какие-то так отдельные. Это группа, делегации американского сената, двухпартийные, возглавлявшиеся республиканцем Грэхэмом и демократом Блюменталем. Очень известные люди. Просто, ну, это все руководство комиссии по иностранным делам. Не было Менендеса. Ну, вот это американские тут дела. Менендес, он обвинен там в взятке, взятничестве. В общем, нет такого уже фактически игрока. Ну, неважно. Так мы помним, какие эпитеты они давали этой операции. Бриллиант, бьютифл, бродч, хисторикал, сейсмикбэксэвен, сейсмический прорыв. И даже вот поведение этих старых, в общем, достаточно циничных политиков, они вели себя с каким-то юношеским энтузиазмом. Казалось, что они сбрасывают из себя какие-то, вот эти, вот эти, вериги, вот эти обязательные американскую манту, денежки Байдена, только бы, только бы не было эскалации, только бы не было войны. Это колоссальное изменение. Но и оно закончилось очень позитивно. Коллективным заявлением делегации после встречи с Зеленским, что он господин Зеленский поставил перед нами вопрос, и мы его поддерживаем полностью. О предоставлении большого количества самолетов современных в Украине с западными экипажами летчиков. Вот я, как Пианковского уже называли все эти боты, городским сумасшедшим. Я вот единственное, полгода об этом говорю во всех передачах, в каждой нашей с вами передаче, о том, что эта самая последняя красная линия, эта дурацкая заключается в той обязательстве, которую мы с вами взялись, что пилоты западных смертных должны быть исключительно украинцами. Ну да, максимум подготовлено там 20 или 40 украинских летчиков. Это замечательно. Но для того, чтобы изменить ход войны, нужно не 10-20, нужно 150-200 самолетов, F-16 и еще другим. Не только F-16, но и западных самолетов. Это позволит уничтожить российскую группировку в Крыму, что вообще изменит ход войны и решит ее исход. И для этого, конечно, нужны западные пилоты. Так вот теперь 9 августа ко мне присоединились еще три городских сумасшедших, гораздо более влиятельных, чем я. Это президент Зеленский, и это руководители делегации американского конгресса Грехом и Блюменталь. И они в заявлении после бюджета, они заявили, мы будем настаивать, в виде РЭЧ настаивать, требовать у администрации, во-первых, снять все последние оставшиеся еще ограничения на дальность ударов в углу российской территории и предоставить самолеты западными летчиками. Но они там очень элегантно сформулировали ушедшими на пенсию пилотами F-16. Ну, там уже пенсия, не пенсия, это уже десятое дело. Главное, что будет экипажей необходимого количества самолетов. Ну, и вот как бы в развитии этой темы завтра в Брюсселе официально объявлено собирается совещание по обсуждению отправки натовских специалистов в Украину. Ну, какие натовские специалисты нам нужны? В первую очередь, это, конечно, люточки. Потому что это очень колоссальное продвижение в этой теме. Андрей Андреевич, а вот я смотрю эту статью Financial Type. Вы тоже читали, да? Ну, я, если честно, весь текст не успел почитать, потому что я был сегодня в дороге. Но смотрю выдержки. И тут вот такие вот, ну, какая-то такая вот просто пронизана статьей обидой на Зеленского, на Украину, что вот Украина все красные линии перечеркнула, причем и линии США, и России. И вообще Джозеф Байден якобы думает, что вот таким образом Зеленский пытается втянуть Америку. Да нет, да, прямо, прямо статья обвиняют Зеленского. Зеленский, он втягивает Америку в мировую войну. Ну, мы видели реакцию лидеров американского конгресса. Они приехали специально поддержать Зеленского. Я, кстати, уверен, да, может быть, там элемент правды есть. Я уверен, что Америка, Украина готовила эту операцию в основе глубочайшей секретности. Не столько от русского партнера. Русские, так бы, оказывается, знали их. Разведка даже мудаку Герасимову докладывала об этом, но он не поверил. Прежде всего, секретность от американского партнера. Потому что наверняка, если бы они советовали с американцами, дедушка Байдена грудь бы встал ни в коем случае. Какая эскалация? А сейчас, осмотрите, какая реакция. Это Зеленский действительно. Это Нина Зеленскому. Она вполне оправдана с точки зрения позиции авторов Financial Times. Вы правы. Она великолепный образец вот такого. Это даже не полезная буржуазная идея. Это совершенно сознательная путинская агентура. Вот люди, когда я не знаю фамилию автора мне неизвестны, но это очень широко представленная точка зрения. Поэтому она так и злобно написана. Потому что настоящая реакция американцев на другое. Так вот, я считаю, что эту линию самостоятельно проявлять инициативу переходить к красной линии и втягивать. Да, втягивать американцев. Потому что, а над что опираемся? На то, что общественное мнение, Конгресс, большинство политикума американского поддерживает, поддерживает Украину более решительно и более радикально, чем Байденская администрация до недавнего времени. Следующий шаг. Значит, вот я свою задачу выполнил. Полгода я, опять повторяю, как городской сумасшедший предлагал посылать самолеты с натовским экипажем. И сейчас гораздо более влиятельные люди этим занимаются и наведут дома. У меня следующая инициатива. Но прежде чем о ней рассказать, я хочу вернуться, с вашего позволения, ну вот как бы американскую сцену мы обсудим. Давайте на русскую сцену посмотрим. Мы же видим, что творится в Z-каналах, что творится на пропагандистских каналах Соловьева. Ну вот тут я хочу сказать, прежде всего, большая стандартная ошибка российской оппозиции, в частности, эмиграции, прежде всего, и американских наблюдателей, санчущих в Украине. Это ожидание того, что вот когда же, в конце концов, вот русское общество должно проснуться, посмотреть на все эти злодеяния. Оно в конце концов проснется, выйдет на улицы, и большинство русского народа выступит против войны. Да этого никогда не будет, никогда не будет. Это первая иллюзия. А я вам объясню, почему никогда этого не будет. Вот, давайте посмотрим на структуру российского общества. И его отношение к войне. Никаких точных социологических данных у меня нету, но я в последние месяцы для себя руководствую такой грубой, прикидочной социологической схемой. И она срабатывает, мне кажется. Моё представление примерно такое, что процентов 10-15 российского общества – это убеждённейшие, законченные фашисты, империалисты русские, которые полностью поддерживают все самые безумные идеи Путина. Ну, примерно такая же группа, не меньше 15%, я думаю, принципиальных противников войны. Ну, а основная, 70% населения, ну, оно, помните, знаменитая форма нашего Бориса Гудунова, нашего великого поэта Пушкина, что народ безмолвствует. Вот этот 70% народа, он безмолвствует, и всегда будет безмолвствовать. И мы, в общем, по большому счёту, безразличные политические события. Так вот, Путин достиг, вот это 15% противников войны, они же совершенно не имеют никакого представительства ни в информационном, ни в политическом пространстве. Их лидеры или убиты, или арестованы, или большинство изгнаны за границу. Ну, можно восхищаться подвигами отдельных людей. Встаёт где-нибудь мальчик или девочка. Вот гениальный пианист недавно Клушина умер в тюрьме с протестом. Эти люди полезны для будущего России. Если Россия потом сможет спастись, то опираясь вот на подвиги этих людей. Но в политическом пространстве никакого воздействия противники войны не производят. Путин достиг всё политическое, политикой, всё информационное пространство занято сторонниками войны. Путин полностью зачистил вот эту так называемую либеральную позицию. Но этим он создал в себе громадную, громадную проблему. Теперь угрозу ему составляет Z-сообщество. Вы посмотрите после Курса, что творится там. Они ещё не называют открыто Путина предателем. Но, в общем, отдельные есть такие герои. Ну, мы же с вами смотрим. Я знаю, все украинцы смотрят краем глаза и пропагандистские каналы. Основной-то мотив был. Доколи? Почему нет ответа? Почему мы не отвечаем? Царь не настоящий. Это основной мотив. И вспоминается, естественно, Пригожинские памфлеты и выступления. Они их повторяют фактически. Мы помним, как Пригожин изменял свою риторику. Он начинал с критики, извините, просто это технические термины, я цитирую, Доробаёва, Шойгу и Пидора Герасимова. А в последних своих выступлениях, уже перед походом на Москву, он говорил, что нам навязали эту безмозговую, бессмысленную войну. Навязали олигархи и генералы, живущие на Рублёвке. Так вот, примерно такие мотивы сейчас возникают в этом сообществе. И война кончится не выступлением противников войны, а выступлением тех людей, которые ненавидят Путина не за то, что он развязал войну, а за то, что он не может выиграть войну. А это же видно, это же не тайно, официально не объяльно. Но по сравнению с теми задачами, которые Путин обнародовал 24 февраля, война проиграна. Это был и Киев за 7 дней, и это главные были ультиматумы 30 странам Запада. Вспомните, как они топали ножки. Ответьте, каждая страна, пусть письменно нам ответит, пусть они уберутся на границе 97-го года. Эта война проиграна. Все понимают, что никогда уже не то, что там до Берлина, до Киева, до Харькова никуда Путин не дойдет. И сейчас Путин занят другим. Он занят действительно экзоциальной проблемой сохранить власть в проигравшем войне государства. Для этого ему нужно с помощью той же агентуры своей на Западе, неких союзников в глобальном юге, навязать в Украине некое мирное соглашение, которое зафиксирует его территориальные захваты, и он им сможет продать это как почетную ничью. Так вот, это сообщество это поняло. Они криком кричат о том, что происходит. Так вот, первое мое большое предложение о снятии красной линии в отношении украинских пилотов принято в Западном Существом. Теперь у меня предложение уже к Украине. Это очень интересный ход Украины. Конечно, она самостоятельно пошла, не посоветовавшись с американскими партнерами в Курскую область, и в чем-то прав автор этой подлейшей статьи про нашу штрафа, в чем-то прав, что Украина ставит американскую администрацию перед свершившим фактом, заставляя его потом обострировали, одобрить. А на что она опирается? На общественное мнение и на мнение Конгресса. Мы видим, что в Конгрессе сложилось двухпартийное проукраинское большинство, которое сохранится и при новых выборах. И в этой обстановке Украина может вести себя вот так дерзко. Я вот свою последнюю статью, она ее публикована на вашем канале, она так и назвала, дерзость Украины. Так вот, что я сейчас предлагаю, учитывая вот ту ситуацию, которая возникла в всем этом взрослом обществе, сейчас совершенно необходимо по уничтожению Крымского моста. Вот у нас и есть для этого технические средства, ведь какие-то минимум 10 самолетов этих есть уже, F-16, а я думаю, что даже не 10, а больше. Есть и достаточно количество французских и английских ракетов, и я думаю, что вот сейчас широко обсуждается в Америке, причем в очень позитивных таком контексте, что или переданы, или вот-вот будут переданы замечательные ракеты JASM, Joint Air to Surface Standout Missile. Это стандартные ракеты Лев-16. Они чем замечательные? Вот самая их первая модификация, это ракеты дальностью, это воздух-земля, 400 километров. Но у них есть еще очень важное качество, вот почему там в этом названии 2С. Это Joint Air to Surface, это ракета воздух-земля, а потом еще одно С, это Standout. Standout от Советского означает, что они безнаказаны для... Они работают вне сферы действия любой противовоздушной системы обороны. Дальность их... Дальность, опять же, самая минимальная модификация от 400 километров, это на 100 больше, чем самых дальних. А вообще, последние модификации до 2000 километров. Короче, технические средства у нас есть. Вот мое знание российской политической сцены сегодняшнего доминирования вот этих очень разношированных Z-блогеров, которые имеют в лице этих Z-корреспондентов, конечно, свои информационные отряды. И они... Она говорит о том, что это приведет просто к взрыву, взрыву. Вот этот... все это Z-быдло. Путину угрожают не сторонники войны, которые сидят сейчас по тюрьмам, а вот наиболее активные его сторонники, которые глубоко разочарованы. Глубоко разочарованы, потому что Путин соблазнил их мечтами о мировом господстве. Я думаю, что с мировым господством идет речь, когда они не знают, как Курск защитить. Ну и вот я уже это... Как только я высказал эту мысль, надо же. На следующий день господин Буданов заявил, что в ближайшие дни надо ожидать. Ну, будем ожидать. И американцы никуда не денутся. Одобрят. Одобрят, как миленькие с задним числом. Тем более, что еще в прошлом году там победила все-таки наши сторонники победили формулировку, что Крым это не территория России, это территория Украины, поэтому тут уже никаких ограничений быть не может. Так что, а что такое сегодняшняя атака? Ну, это показывает, все же требуют, вот это сообщество требует ответы. Ответы, наказания, расправы. Ну, вот это максимально, что может Путин делать. Это ужасно, конечно, это уничтожение инфраструктуры, но больше ничего из себя выжить не может. Весь этот ядерный шантаж, он провалился полностью. Обратите внимание, даже после Курска он как-то исчез из-за официального потребления. Ну, Соробьев кричит иногда на своих передачах и даже Медведев как-то заткнул. Ну, потому что вот я вам скажу, я вижу, что это сообщество уже раздражало, раздражало ядерные угрозы, потому что ясно, что они не без... Как-то сейчас я вспомню то замечательное словечко, которое сказал генерал Бужинский, не обездущие. Он сказал, надо прекратить не обездущие не обездущие угрозы. Ну, вот то, что... То преступление, которое совершил Путин сегодня ночью и утром, вот это максимум, на что он способен. А вот посмотрим, как благосфера ответит на уничтожение Крымского моста. Андрей Андреевич, а почему Крымский мост важнее, чем часть Курской области? И вообще, вот когда мы думали, как сформулировать тему, вот вы говорите, ну, наши беседы, вот вы говорите о том, что американцы не знали, а я вот думаю, что, а может быть, они и знали, а может быть, с такими темпами будет американская база скоро в городе Суджа стоять. Ну, потому что все же меняется, там, надо защищать гражданское население. Ну, вот у меня вопрос такой, вот почему, вот по вашему мнению, Крымский мост, он такой вот ключевой, а вот Курская область как-то не очень. Они просто раз взяли и вынесли это... Ну, почему-то началось-то, началось, важен не мост, а важен сам Крым. А Грати началась с Крыма, так называемый Крымский консенсус был достигнут, когда 70% с восторгом приветствовали. Это символика, историческая символика. Крымская, это вторая Крымская война, первая Крымская война, затея, очень схожая с Путиным, ну, не по масштабам, конечно, Путин, Шпаненок по сравнению с ним, но по злодействию с отца Николая Первой на ровном месте. Он сошел с ума после победы над Наполеоном, но что такое победа над Наполеоном? Наполеон проиграл, потому что уже второй победы сентября холодно было в Москве и в Кремле без кольца, он очень трудный французским офицером было. Ну, это сделало Россию тогда супердержавой. Да, и, кстати, забывают, что, в общем-то, она выполняла работу Англии, Англия финансировала полностью российскую армию, и Наполеон начал эту войну, потому что Россия нарушала данные обязательства блокады. Ну, так или иначе, Россия тогда стала супердержавой первой, первой, наравне с Англией, как бы две державы остались в Европе. И Мача ударила в голову Николая Первая, и он потребовал, там, я не знаю, все в себе еще в Иерусалиме, умудрился против себя создать мощную коалицию. Ну, Крым это очень болезненная точка в русском политическом сознании. Да. Андрей Андреевич, а вот если мы вот вернемся к заявленной теме насчет того, что будет база, может ли быть база США в суд же или нет. Ну, то есть, понятно, что мы тут немножко все это перевеличиваем и гипертрофируем, но по факту-то получается, что участия американского государства становится больше и больше. Я вот просто к чему это все веду? Тут же номинировали дипломократическое партии Камалу, и вроде бы это очевидно было всем, но тем не менее вот теперь это все официально сделано. Вот как вы считаете, вот эта ее фраза, когда она делала свою вот эту речь, что мы будем поддерживать Украину и натовских союзников, то, что вот Украина как бы в одном смысловом ряду идет. Это они специально так сделали? Ну, или мы просто выдаем желаемое? Нет, там специально ничего не бывает на Украине через точку, через союз и с натовскими союзниками. Она понимает Харрис. Я не думаю, что она большой друг Украины, но она очень хочет выиграть выборы. А вот вы видите, как она удачно за две недели вошла в гонку, когда было у Байдена плюс 5 процентов, а сейчас она на равных уже идет. Она же ничего за это время не сделала. Ну, просто исчез антирайтинг, страшный антирайтинг Байдена. Теперь, а по стереоли мы видим, что борьба Трампа и и Байдена была борьбой двух антирейтингов. Просто демократы поступили умнее, убрав из избы козла, как говорится в одном анекдоте, сразу за счет этого резко взросли. кстати, ну вот, республиканцам даже это в голову не приходило, но они спокойно могли выиграть выборы и у того же Байдена, и у того же Харрис заменив, поставив кандидатом не Трампа, а Хейли. Ведь помните, я говорил все время, сывался на опросы общественного мнения, когда Хейли проигрывала ему Праймерис, примерно треть голосов она собирала, почему она проигрывала Праймерис, я объяснял. Праймерис это необъективный показатель симпатии избирателей, в них участвуют наиболее ангажированные активисты организованные, вот Трамповская, вот эта группа мага, они более организованы, больше людей загоняли на эти Праймерис. Так вот, опросы общественного мнения шли, тогда Байден, Трамп, Трамп выигрывал 5%, а Харрис на таких опросах, ну, их в таком количестве не проводили, но интересные социологи, конечно, измеряли температуру, а Харрис выигрывал 17% у Байдена, потому что да, Ник Хейли, да, Ник Хейли, выиграл 17%, потому что у нее не было никакого антирайтинга, а у Трампа есть, и сейчас она бы, Ник Хейли, легко бы выиграла выбор у Харрис, ну, их сравнить, у них много общего женщины, индийского происхождения, но сравните портфельник Хейли, губернатор штата, по-моему, ну, не важно, забыли название штата, но главное, она два года работала представителем Соединенных Штатов в баллон, и блестящую работу возила там морды по столу российских представителей, но это несравнимо с опытом Хейли, если бы, то есть, республиканцы, вот эти фанатики Трампа, они не понимали, что Трамп это так же губитель для республиканской партии, как Байден и демократической, теперь, ну, вот, сегодняшнее состояние примерно равное, значит, большинство демократов и республиканцев определилось, как всегда на президентских выборах выигрывает, то идет на последние два месяца борьба за так называемых независимых, колеблющихся, еще не определившихся, и вот самый большой кластер сейчас таких до конца не определившихся и колеблющихся, это проукраинские республиканцы, мы же видим такой парадокс удивительный политический, что наиболее последовательные друзья Украины, они же все в республиканской партии, это вот три председателя комитетов, которые свой план победы в Украине еще в январе опубликовали, это Макко, Роджерс и Хантер и Торнер, измельчий, тот же вот тот же грехом, который представляют республиканцы, и очень многие республиканцы голосовали за Хейли, и даже создана такая коалиция, коалиция голосовала за Хейли, и они в тот день, когда Байден снял кандидатуру, они выступили с призывом к своим коллегам голосовать за Хейли, то есть вот эти миллиона два-три таких колеблющих республиканцев, если Харри займет последовательную позицию проукраинскую, ну, скажем, воспримет те рекомендации, с которыми вернулись из Киева американские сенаторы, в том числе половина республиканцев, эти люди будут голосовать за нее, то есть для нее последовательная позиция за проукраинская позиция за ключ победы на выборах, и в чем ее преимущество, она же не просто может сказать, да, я согласна, она может реализовывать эту позицию, ну, формально Байден еще президент, но там же существует некая предбюро демократической партии, которая будет делать все для обеспечения победы Харрис, это победа партии, это не только Харрис, это там сотни сенаторов, штатов и так далее, это победа демократической партии, то есть демократическая администрация может демонстративно вот предоставить те же самые самолеты с западными летчиками, и тогда то есть демократическая, вы задали вопрос, как будет вести себя Харрис, я могу у нее, она очень хочет стать президентом, а самый прямой путь выбора президента завевать симпатии тех республиканцев, которые проукраинцы, и которых не согласны с Трампом, и тем более это очень показательный депресса, он выбрал своим напарником такого самого страшного ненавистника Украины. Да, я тут, знаете, Андрей Андреевич, подумал про эту патриотическую общественность, про вот эти ваши слова, ну, по крайней мере, если сегодня самый сильный удар ракетный, соответственно, дронами по украинской территории, то, наверное, вы правы, что это максимум, ну, как это сегодняшний максимум, ну, они же могут это наклепать, все, эти ракеты, а как вы думаете, вот, ну, в смысле, еще изготовить и, как говорится, повторить, а вот то, что прилетело в Энгельс и в Саратов, ну, в частности, с утреца сегодня, там, в какую-то избушку многоэтажную попало, они там, чем-то недовольные, как всегда, называют нас не то террористами, не то еще что-то, хотя избушка, к сожалению, моему, не сгорела в полном объеме, но вот эта вот история, она может, как это, ну, когда география ударов по российской территории, она расширяется, поколебать позицию Путина, или надо вот только по Москве лупить? Нет, это, ой, ой, да еще раз повторю, насколько я, самая болезненная точка вот этого зацсознания, это будет уничтожение Крымского моста, это важнее, чем все Энгельцы, но такая география украинских дронов, она тоже замечательная. Нет, Украина приобрела сейчас заметную самостоятельность по отношению к своим союзникам. во-первых, они не разрешают наносить пока, я, вот это ограничение, просто предсказание, оно падет, падет в ближайшие дни недели по удару по российской территории, но они бьют дронами гораздо дальше даже, чем, возможно, американскими ракетами. Ну, и потом, самое главное, независимость в политических решениях. Вот, надо второй раз, вот, когда этот маневр будет повторен второй раз, Украина пересекает, стирает какую-то красную линию, не посоветовавшись с американцами, успешно ее стирает, и американцы, американские делегации начинают говорить brilliant, bold, beautiful, seismic, historical. Вот это замечательный был день у нас в 12 авгиях, надо его повторить еще раз уничтожением Крымского моста. Многие наверняка могут поспорить, поможет это, не поможет, но в части того, что вот, ну, это же прогноз, и тут надо практика проверить, чтобы это все проверила, проверила сама жизнь. Но я убежден, что надо попробовать, а дальше посмотреть, как оно будет. Конечно, как минимум. Ну, вы же знаете этих людей, вы же с ними стояли в одних и тех же студиях некоторое время. Да, кажется, это уже так давно было. Андрей Андреевич, я хочу вот еще такую тему спросить. Вот вы неоднократно говорили, что вот сейчас Макарон закончит Олимпиаду и, соответственно, вернется в геополитику, потому что выборы он провел, они сложились для него абсолютно удачно, рискованно, но, тем не менее, все получилось. Олимпиада закончена, и вот он вернется в большую игру. Вы ожидали, что большая игра это будет арест Павла Дурова, руководителя Телеграма? И вообще тут так, вот, ваше отношение к тому, что больше всех в его защиту, несмотря на то, что в чем его обвиняют, выступили как раз люди на Западе с четко выраженными пророссийскими взглядами. Те, которые топят против Украины, соответственно, топят за Дурова. Вся сволочь была мобилизована во главе с Папой Римским, там, кто еще, Маск, Карлсон, все. А в России то же самое. В России вообще удивительные объятия и вожди нашей оппозиции, ну, не все, но мы знаем все эти имена, и официальные пропагандисты, вся страна за Дурова. Но это показывает, что это за фигура в конце концов. Ну, я не думаю, между прочим, что это какая-то политическая акция, он и так достал. Ведь смотрите, у него те же проблемы, как у всех американских владельцев подобных, Сукерберга, еще кто там, в этих соцсетях расцветает целая громадная группа педофилов, террористов, распространителей наркотиков, и Дуров наиболее такой был как бы уклоняющийся от любого контроля, ну, и чисто финансово. Это же все приносило ему громадные деньги. Но это объявлено сегодня уже официально, я не помню, мы говорили с вами об этом, по-моему, передачи, да, по педофилии, французская полиция, и она интересуется там громадной сетью педофилов, активно пользующих, ну, активно пользуются сетью телеграфа две группы людей, педофилы и российская армия. Кстати, среди патриотов паника тоже царит. Причем таких настоящих военных корреспондентов с мест, они говорят, чуть ли не наведение целей, вся система, что называют даже Дурова как бы начальником связи Красной Армии. Красная Армия все работает, ну, вот педофилы и Красная Армия, основные клиенты Дурова оказались. Да, прекрасный, прекрасный дуэт. Андрей Андреевич, давайте еще раз с вами вместе разберемся. Мы все рассмотрели вопросы, которые сейчас самые актуальные. Тут вот из такого, что, как мне кажется, бросается в глаза, что тут поляки снова начали рассказывать, что я вот был еще сегодня рано, в начале этих суток в Польше, там все хорошо, а потом утром ракетный обстрел, ну и вот официальная позиция, что погода какая-то была не такая, думали сбивать ракеты, которые зашли соответственно в польское воздушное пространство, но не стали, плюс скандал с авиабазой НАТО в Германии, где базируются как раз самолеты Альянса, ну, не просто самолеты, а самолеты дальнего радиолокационного обнаружения АВАКС, вот эти вот все, ну, это какие-то факторы, которые могут повлиять на решение по нам в какую-то сторону, или это просто вот, ну, все, они вынесут заскопки, сделают вид, что ничего не было? Ну, поляки, я считаю заявление Дуды очень неплохо, что один раз мы пропустили, не ударяли, два раза, помните, было два признета, тогда даже поляки отчаянно старались доказать, что нет, 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 это не русские, ну, меня вдохновляет отношение такого замечательного государства, как Дания, ну, во-первых, они отдали всю свою артиллерию, вы знаете, в Украине, а потом на дне датский премьер-мит сделал прекрасное заявление, оно стояло так, из двух частей, первое, что мы, то оружие, которое предоставила Дания, она предоставила, мне, по-моему, значительную часть самолетов F-16, я не знаю, поступили или нет, официально они там как-то 30 самолетов, оно может использоваться для ударов по любой точке, точке Российской Федерации по военным целям, а потом, видимо, полчаса подумал и добавил, в том числе и по любой инфраструктуре двойного назначения, то есть хреначи украинские братья нашим датским оружием вообще хоть по Кремлю. Вот эти настроения, они сейчас растут на Западе, а вот очень показательна вот эта статья Financial Times, это такое зловное рычание партии, путинской партии, проигравшей сейчас, проигравшей борьбу за поддержку Украины. Украина, вот эта дерзкая позиция, политика, позиция Украины, сама, Украина сама, вот помните, я, одна из моих любимых формулировок, я говорю, что Украина своей борьбой тащит за шиворот Запад в Соединенные Штаты мировой политикой, вот Украина переходит к красной линии и за шиворот тащит упирающийся Запад за те же красные линии. Вот это такой процесс важной дня, и вот прекрасный удар по крымскому мацу, надо добивать до конца, чтобы никаких там восстановительных работ не было. Я уверен вам, я ставлю наклон всю свою репутацию наблюдателя российской политической сцены в течение последних 30 лет, это будет просто, просто будет пиздец для российского взятое общества. На этой прекрасной ноте я предлагаю поставить сегодня троеточие. Андрей Андреевич, я благодарю вас за эфир и про Кабсдец хороший прогноз. Он мне тоже нравится, ну и тем более есть вообще что там паромы утонули, мост тут, конечно, с точки зрения ведения войны, конечно, тоже не место. Андрей Андреевич, я благодарю вас, друзья, подписывайтесь на наши YouTube-каналы, и до скорых встреч, Андрею Андреевичу, спасибо еще раз. Да, обсудим через неделю, как выполняются наши рекомендации. Спасибо. Спасибо.